Всем привет! С вами Мария Погребняк. Вы хотели узнать немного моей биографии. Ну слушайте, родилась я 17 ноября 1987 года в Москве. Мама у меня Ольга, папа Александр. Мама у меня экономист, папа инженер. С самого маленького возраста маму не всегда с папой прививали любовь. У меня вообще родители старались никогда не ссориться. Папа очень сильно любит маму. Они уже 40 лет вместе. У меня есть старший брат, ему 42 года. Он микробиолог, работает в Южной Гвинеи, лечит людей от малярии. Бабушка мне прививала веру. Мы ходили в церковь, причащались, исповедовались. Потом меня отвели в 8 лет в школу иконописи. Я стала заниматься иконописью, писать иконы. Конечно, маме сначала сказали, ребенку в 8 лет она будет неусидчивая, с ней будет, наверное, тяжело работать. Но мне так это все вдохновило. Мне так хотелось научиться писать. Вот как в церковь ты приходишь, потому что в церковь такое ощущение свободы, что везде люди добрые, все хорошо. Такое же у меня было ощущение. И я писала иконы по 5 часов. Меня невозможно было забрать со студии. Я не хотела уходить. Я приходила каждый день. Очень много иконы подарила своим родственникам, родителям. Естественно, она себя тоже оставила. В какой-то момент мне захотелось попробовать писать икону с усальным золотом. На что мне сказали, Маша, ты слишком маленькая, золото, оно не так дешево стоит, и можно просто испортить. Сказала, что я буду учиться, я буду очень аккуратна. Все получилось. Как мама говорит, я уперта. Если мне что-то нужно в жизни, я этого достигаю. Правда, есть какая-то маленькая, может, черта у меня плохая, что я быстро хочу достичь. Я сижу, могу читать, учить. Но когда я достигаю, у меня чуть-чуть гаснет искра. Ну, после иконописи я, конечно, перешла уже в среднюю школу. В средней школе были тяжелые предметы. Я занималась репетиторами, иконописи пришлось оставить. Да, и студия закрылась, обанкротилась. Разорилась, можно сказать. Мама меня дала на танцы. Говорит, что у тебя должен быть у девочки всегда слух, чувство ритма. Я пошла на танцы. Это были спортивные, типа Тодеса. Там были такие условия, что либо родители платят за занятия, либо ты должна так совершенствовать, чувствовать ритм и научиться танцевать, чтобы выступать на площадках. Как бы нам деньги за это не платили, но тогда родители не платили из-за занятий. Конечно, у меня сразу появилась цель, чтобы больше мне было сладенького. Мама купила или какое-нибудь платьице, чтобы не платила, главное, за мои занятия. И я тренировалась, оставалась на подготовительных, на дополнительных тренировках. Я попала в основной состав. Я была самая маленькая в основном составе. Ездила, танцевала на больших сценах, на подтанцовках. У нас было много человек, девочек и мальчиков. Было очень весело. Потом началось, естественно, еще тяжелее в школе. Надо было готовиться к экзаменам. Поэтому танцы тоже пришлось оставить. Но немножко расскажу, как мы познакомились с Павлом. У меня родители отдали в обычную спортивную школу. То есть она была у нас по микрорайону, но спортивного резерва. Тогда я уже начала бегать на длинные дистанции. Стала девочка-спортсменка. Паша там занимался в футболе. Также у нас в школе были хоккеисты. Да, хоккеисты и девочки, которые занимались фигурным катанием. Мы очень были дружны, нам было всегда весело. Так вот мы дружили, дружили, дружили. Как я говорю, троих мы дружили. На самом деле, конечно, я не сразу поняла, что такое любовь. Просто мы проводили время в буфете. Пили чай, кушали пирожки, болтали после перемен. Звонили домой друг другу. Разговаривали по два часа, хотя мы в школе виделись. Не сразу мы поняли, что это любовь. Хотя я понимала, что я только с этим человеком хотела проводить время. Но тогда я еще была маленькая, чтобы понять, что это есть. И после школы я поступила на телевидение и поступила в финансовую академию. Родители были очень счастливы, что у дочки все сложится в жизни, что хорошая карьера, хорошее образование. И даже был очень веселый момент в нашей жизни. Когда я училась на телевидении, нас пригласили все на большую стирку к Андрею Малахову. Это было около 10 лет назад. И посмотрели, как все проходит. Как снимают, как делают монтаж, как вся эта кухня работает. Я пригласила Пашу, мы сидели как зрители, наблюдали. Мне так нравилось. Я тогда подумала, что все на телевидении это мое. Как здесь хорошо я чувствую себя, как дом. И буквально после большой стирки, через неделю, мне звонит Паша. И говорит, Маша, я уезжаю в Томск. У меня контракт на длительное время. Я понимаю, у тебя в Москве карьера, учеба. У меня все. На тот момент мне ничего бы не нужно было. Мне было все равно стало на съемки, на телевидение, на институт. Мне было все. У меня такое ощущение, что мир рухнул. Уезжает человек, который мне был другом, братом. Может быть, папа, наставником. Нам было весело. Я была моя как подружка. И все, это заканчивается. У меня слезы, прибегаю домой. Я не могла родителям ничего объяснить, ничего сказать. Я просто сказала, что я хочу ехать в Томск. И все, что Паша уезжает, отпустите меня. Не отпустите, убегу из дома. Был дома целый скандал. Мама мне долго не хотела, даже не прощала за мои поступки, за такие. Потому что она говорит, у тебя школа, институт. Мы столько в тебе любви и старания вложили. Ты просто все хочешь бросить и уехать. В тот момент, конечно, и Паша практически не играл на таком высоком уровне, что скрывать и денег не было. Мама говорит, ну и как вы будете жить? На что? Я говорю, мам, какая разница? Я говорю, суп уж я всегда из чего-то сварю. Ну, я уехала. Папа очень на меня сильно обиделся. Для меня это очень было важным мнением папы. Из-за того, что у меня папа это мой кумир, авторитет. Он меня практически никогда не ругал. Он мне всегда мог по словам объяснить. Здесь он даже перестал со мной разговаривать. Он просто ничего не стал мне говорить. Это было самое болезненное, что было у меня. Ну, я уехала, конечно, к Паше. Видите, как сложилась жизнь. Спустя 10 лет нас пригласили на программу Кондрея Малахова. Уже программу «Пусть говорят». Мы сидели не как зрители, а как гости. Это было очень приятно. Но я в тот момент вспомнила, что если бы выбрала карьеру, как бы сейчас жизнь у меня сложила? Была бы я мама троих очаровательных сыновей? Наверное, вряд ли. Наверное, тогда бы карьера стояла у меня на первом месте, и я бы не думала, как создать семью. Я очень благодарна Богу и судьбе, что у меня все так сложилось. Но я не призываю никого из вас, чтобы вы шли, бросали институт, институт в сутки я закончила, бросали все ради любви. Все-таки, если анализировать ситуацию, я много что делала. Я очень хорошо училась в школе. Я занималась иконописью, я ходила на курсы телевидения, я танцевала. То есть родители у меня много что вложили. Я поступила сама в институт. Если бы у меня бы даже, у Паши не сложилась бы карьера футболиста на высоком уровне, я бы пошла бы и работала, то я думаю, что сначала все равно любой девочке надо стремиться, хорошо учиться, чтобы получить хорошую профессию, хорошее образование. А принц придет. Самое главное, чтобы этот принц был по любви, а не из-за расчета денег. Чтобы потом девочки не страдали, что этот принц оказался не принцем. что он уйдет потом к другой принцессе, более молодой. И верьте в любовь, но и сами не забывайте, что всегда девушка интересна, если есть у нее душа, сердце и, конечно, работает голова. Дай Бог вам всем здоровья, счастья, хорошего дня. Пока.